Дороже, ценнее, любимее Но сказать, что нет ничего для него самого-самого, как личные с тобой отношения, как общение с тобой в твоей тайной комнате с тобой и с ним лицом к лицу, один на один. Мы все прекрасно понимаем вообще, что такое личные отношения. Вот скажем даже, предположим, у нас есть знакомый, мы его просто знаем, и предположим, в твоей жизни произошли некоторые изменения. И когда он придет, ну что у тебя там вот такое, и начнет докапываться до вещей, которые по сути ему не очень-то и следовало бы знать, это не его дело. Мы спокойно можем ответить, ну вообще-то это мое личное дело. Понимаете, о чем я говорю? Вот таких отношений хочет Господь, чтобы эти личные дела говорили с Ему, то есть, чтобы когда дело доходило до личного, Господь был тем, кто входит в это личное. И когда он спросит, ну а что у тебя вот с этим, ты скажешь, ты не скажешь ему, да какая тебе разница, это мое дело. Нет, ты скажешь, да вот дело. Или Господь, ну понимаешь, у меня вот тут так-то и так-то. Или Господь, знаешь, вот, Господи, в сердце своем. Нет ничего любимее, это третье, еще раз повторяю, нет ничего дороже, ценнее, любимее и далее, 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 чем твои личные отношения с Ним, в которых участвуешь, участвует Он и ты сам. Пример этому, доказательство этого слушает место из первого послания Петра, вторая глава, пятый стих, которая говорит, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Аминь. Сами, как живые камни. Поэтому я повторю еще раз. Для Господа нет ничего невозможного, и Господь может решить любую твою проблему, церковь. Слава Господу. Он воспринимает твои проблемы, как свои собственные, церковь. Слава Господу. Нет для Господа ничего дороже и любимее, ценнее твоих личных отношений с Ним, церковь. Слава Господу. Следующее, что я хочу сказать. Напомнить. Я уже говорил это, продолжу напомнить. Что путь к сердцу Господа. Вообще путь к Нему. Нет у другого пути. К Господу, к Иисусу Христу, к Духу Святому. Вообще дорога к Нему идет через две вещи. Только через две вещи. И через личность, конечно, эти две вещи открыл нам свои жертвы, и только через Него, это Иисуса Христа. Но теперь, какими двумя вещами мы можем прийти к сердцу Господа, обращаться с Ним и разговаривать лицом к лицу. Первое, это смирение. Что есть смирение? Я уже проповедовал на эту проповедь. Смирение, это подчинение своей воле, более высшей воле. Для нас, христиан, это Господня воля. Это Божья воля. И тем, кто, ну, кого Господь поставил над нами, если идти по этой логике вещей. И уже для христианина смирение, это не просто слово смирение, это уже принцип жизни. Смирять себя, уменьшать себя, делать меньше, ниже и ниже и ниже. И второе, этот путь называется смирение и хождение в страхе Божьем. Это второе. Что есть страх Божий? Как я уже говорил, это страх. Тоже проповедовал на тьме. Это страх огорчить Бога, обидеть Его, потерять с Ним связь. Как я уже проповедовал на тему, когда Иисус Христос, всегда бывший в отношении с Господом, в связи со Своим Отцом, и Он висел на кресте, и тут, поскольку произошло взятие грехов на себя, а Господь с грехами не может контактировать, Господу пришлось закрыть глаза. И Иисус первый раз в жизни почувствовал, что такое быть без Бога. Он закричал, Боже, Боже, почему оставил меня? Уверен, на кресте это было, как? Потому что, знаете, как это быть, когда ты всегда был с Богом, всегда был в Боге, вообще всегда. И тут первый раз в жизни оторвалось вообще с Ним контакт, был просто разорван полностью. Это как все кобеля взяли и моментально вырвали с корнем. Вот тогда Иисус закричал, Господи, Господи. Так вот, страх потерять вот такое, в чем он проявляется? Это в делах. Хождение в страхе Божьем, по сути, назовем это, хождение в святости. И наша святость проявляется такими путями, как делами, нашими поступками, и тоже нашей внутренностью. Все, наша святость проявляется всем тем, что мы способны из себя воспроизводить, творить. Если поступок не был совершен, поступка и не было. По сути так, поступка, значит, и не совершалась. Следовательно, хождение в страхе Божьем – это делать дела, которые делали бы наши отношения с Господом приемлемыми. Почему не только дела? Потому что есть такое понятие, как мысли, мысли и желания. То, что есть внутри нас. Мысли могут быть как от Бога, мысли могут быть так же и от дьявола. Но кое-что мы можем принимать, а кое-что нет. И, по сути, мысль, которая пришедшая к нам на ум, если мы ее приняли, и она была от дьявола, она перерастает в такое понятие, как желание. Сначала нам пришло в голову, пришло в сердце. И в ту же секунду, как оно пришло, мы имеем право сказать, мы имеем право задержаться на этом, это вот как, знаете, это как попало, и мы… И если мы на этом остановились и сказали этому «да», то пошли процессы, прошли, пошло желание, 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 а потом уже желание перейдет в детстве. Поэтому говорить, что только ли поступки являются и относятся к хождению святости Божьей – нет. Наши мысли и желания, как, как в бытие написано, про людей, которые были потоплены, что даже мысли и желания их были зло во всякое время. Не просто поступки, что уже и мысли, и желания. В сердца их приходили мысли, они возгревали желания, и желания переходили в поступки, все это было естеством. Поэтому хождение в святость, хождение, поэтому путь к сердцу Господа лежит через смирение, когда мы делаем себя ниже, и хождение в святости, когда мы поступаем, как велит Господь. Мы смиряем свою волю, и мы говорим, вот этот вот путь по обе стороны, он и является путем к сердцу Господа, к его естеству, к тому, чтобы вы, когда смогли прийти и обратиться к Нему, и сказали только славу. Господи, слава тебе! И в сердце сразу бам-бам. Бам-бам, я почувствовал, что Господь рядом со мной. Я просто уже практически знаю, что там со мной. Это когда вы говорите, что Господи, слава тебе! Это не просто Господи, слава тебе! Знаете, это как стихотворение, которое можно говорить монотонно, 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 и ты даже не знаешь, о чем говоришь. А есть такое, когда стихотворение, мы говорим о Души. И когда ты слушаешь, у тебя в голове слушающих уже картины в голове плывут, плывут, и уже где-то не совсем в этом мире находимся. Вот то же самое и с Господом. Если мы приходим к Нему путем нашего смирения и путем хождения с Ним, путь является хождением с Ним, мы сто процентов найдете с Ним. Вы найдете Его голос, вы услышите Его голос, вы узнаете Его и найдете Его. Это сто процентов. Это гарантийное, это нету ничего лучше, чем это. Путь к сердцу Господа лежит через смирение и хождение в страхе Господнем. Церковь, слава Господу. Также на своей проповеди в ту среду я рассматривал позицию служителей. Кто такие на самом деле? Или точнее уже говорить, если так говорить, что такое? Что такие служители? Можем открыть Исайя 40 глава. Книга пророка Исайя 40 глава. Я просто быстро зачту. С 3 по 5 стих, где говорится, «Глаз вопиющего в пустыне» обращается. «Приготовьте путь для Господа, прямыми сделайте в степи стези Богу вашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и вызрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Также можно 41 Исайя 41 со 2 по 5 стих. Там было с 3 по 5, это со 2 по 5. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он гонит их, идет спокойную дорогу, это служитель, по которой никогда не ходил ногами своими». Господь дает нам откровение. Откуда мы знаем, как вести церковь, как учить? Ниоткуда. Оно приходит от откровения Божьего, когда мы его ищем. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. «Я Господь, первый и последний, я тот же». Итак, я хочу еще раз сказать, что позиция служителей – это уже даже не позиции «я личности», это позиция того, что уже лишь используется. Служители – это уже используемые объекты. Это можно назвать, Господь их уже называет инструментами. И Цая говорил о себе, как вообще, о ком-то, только во второй или в первой своей главе. Все остальное только говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь. Максимум, что говорил о служителях – это раб. Вот раб-человек, но вы понимаете по статусу, где он находится. Все понимают, на какой ступени рабы были. Вот так. Это была позиция служителей, я напоминаю. И следующее, что я хочу напомнить. И что? Это та аксиома, которая говорила, запомните ее. Что при большем смирении, или, то есть, при принижении себя пред Господом, пред Богом, при большем принижении себя. Исайя 41. Еще раз читаю 2-4. Что получается? При большем принижении себя Господь, воздвигнув мужа с востока, призвал его следовать за собой, предал ему народы и царей. Мало того, он еще и гонит их, идет спокойную дорогу, по которой никогда не ходил. Или же можем прочитать с 15 по 16 стих. Что делает Господь для тех, кто унижается, кто принижает себя, делает все меньше и меньше. 15-16 стих 41 главы книги пророка Исаии. Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ну вот она, знаете, от батона. Мы берем вот так вот ее, можем смять, и шарики сделать, на крючок положить и бросить, и рыбу кормить. Он говорит, что вот кем я тебя сделаю. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе. Будешь хвалиться святым Израилем. Аминь, царька. Еще раз повторю эту аксиому. Это должно быть у вас в сердцах. И так, большее смирение делает тебя более использованным и более униженным. Что, в свою очередь, делает тебя более радостным, более счастливым и делает более восхваленным пред Богом и пред людьми. Потому что, слушателя, чем больше они падают, имейте в виду, прошу прощения, падают не в грехе, чем больше они унижаются, тем больше они встают на колени и ищут его волю. Тем больше Господь их сломает, тем больше Господь их сам унижает, тем больше Он их использует и посылает. И тем больше они тоже унижаются, но при этом, заметьте, их признает весь мир. Их имена на устах, если говорить. Когда слышат о них, бегут в церковь, чтобы прийти, потому что приехал знаменитый, чтобы помолился. Если брать Евангелие от Луки, 14 глава 11 стих, то, помните, там написано, что всякий, всякий, превышающий себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится. Аминь. Такое послание Божие. Итак, церковь, большее смирение делает тебя более использованным и делает тебя более униженным, однако приносит большую радость Боге и восхваление перед, опять же, Богом и людьми. Церковь, пусть Господь благословит его за слово, это будет у вас в сердцах. Также в своем слове я рассказал о величии Бога. О величии Бога, это имеется в виду разницы Бога и человека. Можем прочесть это в Исайе, 40 главе, 22 стих, 26 стих и 28 стих. Итак, Исайя, 40 глава, 22 стих. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул их, как шатер для жития. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их с счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и по великой силе у Него ничего не выбывает. И 28 стих. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Вот такой Бог. Представим нашего Господа, правильно? Тот, для которого наши атмосферы и все наши слои, которые занимают километры, мы представляем. И столько-то, столько-то световых лет, столько-то, столько-то световых лет. Для Него это тонкая ткань, просто ткань. Тонкая, легкая. А также я говорил о ничтожности человека. Это можно говорить о Псалтире, 8 глава, 5 стих, где говорится, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты принимаешь его. Когда Давид говорил это пред Богом. Это Псалтире, 8 глава, 5 стих. Или же можно Исайю, 41 главу, 24 стих. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас. 28 стих по 29. Итак, я смотрел, и не было никого между ними, не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Все они ничто, ничтожные и дела. Можно было бы, конечно, прочтить всю часть, с 21 по 29 стих, когда Господь говорит, пусть они, то есть люди, представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят нам что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. То есть увидели, то есть увидели. Вау! Господь говорит. И еще раз возвращаюсь к 24 стих. «Но вы ничто, и дело ваше ничтожное, и мерзость, тот, кто избирает вас». Человек – ничто. Бог – это все. Но на самом деле не все я вам рассказал о Боге. Потому что помимо Божьего величия, у человеческой ничтожности есть такое понятие, как Божья благость. Сегодня я хотел бы говорить и хотел бы говорить о Его благости. Почему? Всегда важно, на самом деле, человек, который развивается, человек, который не стоит на месте. У него всегда возникают вопросы, вопросы, вопросы. Почему я говорю о слове, что сегодня я хочу говорить, пускай и немного, сегодня небольшая будет проповедь. Может быть, час все займет сегодня служением, может, чуть больше. Просто мы должны понимать, мы – образ и подобие Божье. Аминь. Господь, написано, создал нас по образу и подобию своему. В нас уже есть как грехи, так и добродетели. Мы разделены на дух, душу и тело. И понимаете, судить Господа только по Его величию было бы неправильно. Возьмем, скажем, правосудие. Понятие правосудия. Правосудие тоже делится на две вещи. Это суд и милость. Осуждение и милость. Возьмем брак. Это муж и жена. Это два естества. Поэтому я хочу подвести к тому, что Господь, Господь, как бы мы Его не разбирали, говорить только о том, что Он велик и громаден, и необъятен, и мы ничтожны, было бы неполным сказать. Это было бы неполноценно, потому что Господь даже в своем величии, даже в своем величии Господь уделяет внимание каждому из нас, ничтожнейших, по отдельности. И не просто по капельке, а всего себя. Всего. Очень важно нам познавать Его. Очень важно потому, что, возьмем даже в пример опять нас, человека, человеческие отношения. Когда мы кого-нибудь узнаем, и он нам начинает, ну, нравится, приятно быть. Наши отношения закрепляются и уходят глубже, становятся сильнее от того, что мы узнаем больше. От того, что мы общаемся много, прошу прощения, и мы узнаем ту сторону, другую сторону человека. И они становятся нам все интереснее, все это. Может быть, мы что-то не принимаем в этом, да? Но он имеет какую-то, может быть, твердую позицию, а может быть, мы потом узнаем, почему он так считает. И, может быть, мы можем это потом и изменить в общении и в отношении. Мало-помалу при общении наши отношения, потому что мы узнаем друг друга, наши отношения тоже начинают увеличиваться, расти, становятся крепкими. Поэтому я и говорю, чтобы для того, чтобы отношения с ним были лучше, для того, чтобы слушать его было более чутко, более четко, чтобы его можно было услышать. Мы должны пользоваться этим, для того, чтобы узнать его, чтобы распознать его голос из тысячи голосов, которые говорят в этом мире, что ты можешь сделать, как ты можешь это делать, куда ты можешь поехать. Библия – это тот источник, который способен направить на правильный путь, который способен тебе показать стороны Божьи. Но сегодня я хочу тоже немножко сказать о нем. Поэтому давайте откроем несколько местописаний у меня всего. Исайю, 41 главу, 10 по 13 стих. Все-таки какой же Бог? 10-й, 13 стих. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя, десницей правды моей. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Говорю тебе, как говорил Екклесиаст, как я уже читал ранее, что дни жизни нашей, что судьба каждого человека – это Екклесиаст, первая глава. Потому что все дни его скорби и его труды, беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. Это пишет Екклесиаст в своей первой главе, в конце. Я не думаю, что кто-нибудь возразил бы мне здесь и сказал, что жизнь – это только удовольствие и счастье. И что вы, прожив свою жизнь, ничего такого не встретили. Вы супердовольны и, по сути, даже не знаете, зачем сюда пришли. Ну или пришли, чтобы принести радость. Но мне бы все-таки хотелось узнать, поднимите руку тот человек, у которого было счастье. Жизнь – это только счастье. Мне бы хотелось увидеть. Исключительное счастье. Никогда не было боли, переживания, слез, никогда не плакали, ни с чем не сталкивались. Вас никогда не предавали, вас не обманывали. Вы никогда даже не делали себе физическое ранение. Чисто боль, чтобы от того, что он как болит, и оно вас не доставало, не трогало, не щупало. Мне интересно увидеть такого человека. Я не встречался. Ну, мне как бы, я не знаю, ждать или не ждать. Хорошо. Но я не могу не согласиться с Экклесиастом. Он правильно сказал, что все дни жизни наши – это боль, страдания, там линия духа, и даже ночью нет на самом деле покоя. Думаю, в этом нам всегда, нам нужен был тот, кто дал бы нам покой. И этим, кто дает нам покой, для нас является Господь. Знаете, многие смотрят, да Господь, да что Он может. Но, знаете, к этому привести я могу совсем недавно, как я вам читал, кто такой Господь, в чем Его величие. Если для Господа наша атмосфера и световые года – это тонкая ткань, и Он сидит на кругу жизни, и еще вникает в дела жизни каждого индивидуального человека, и ничто, как написано, у Него не выбывает при Его большой силе, думаю, стоит положиться на Него, правильно, церковь? Если будем исходить из этого, значит, Господь наш сильный Бог, который говорит, не бойся, я с тобой, церковь с нами, сильный Бог. Он говорит, не смущайся, нашему сердцу дано смущаться. Часто, знаете, есть такое, мы же Бога не видим, правильно? Тяжело верить в то, что не видим, что не можем пощупать, потрогать. Поэтому Господь говорит, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, то есть я дам тебе силу. Что Он говорит дальше? И помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. По сути, Господь говорит о том, что я буду твоей поддержкой. Я сильный Бог, у Которого в руках звезды, я буду твоей поддержкой. Я дам тебе сил, я укреплю тебя и буду поддерживать тебя своей правдой. То же самое говорит 13 стих. То же самое говорит 29 стих. Можно еще 31 прочесть, что надеющимися на Господа обновятся силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это то, что дает нам Господь, надеющимся на Его. Но можно прочесть еще Исайя, 41 глава, 17 по 20 стих. Это для тех, кто чувствует внутри себя пока пустыню. Те, которые голодают и не имеют видения Божьего, не имеют, Господи, где же Ты? Вот это вот они имеют. Если я сейчас спрошу, если бы я даже и спросил, кто сейчас в таком периоде, кто сейчас чувствует, я бы сам первый поднял руку. Вот я сейчас нахожусь в небольшой пустыне. И я знаю, что Господь со мной. Я благословлен этим. Благословлен тем, что могу слушать Его голос. И вот Он Бог, как Он является. Но для тех, у кого все-таки жажда, в пустыне нет Его явления. 17 по 20 стих. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Да я пустыню сделаю озером и сухую землю источниками вод. Чуден Бог, правильно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok